Сегодня продолжается работа и в ЖГТО. В этом году здесь возрождают военную кафедру. Теперь ее называют военно-учебным центром. Сейчас заканчивают обустройство плаца для строевых занятий и физподготовки. Когда первый день занятий, узнала Ирина Кропачева. Сначала подготовить площадку, затем приступить к асфальтированию плаца. Задачу по обустройству необходимой для строевой подготовки инфраструктуры в военно-учебном центре формулируют четко. Работу следует выполнить быстро, поверхность должна быть идеально ровной. На асфальтовое покрытие должна быть нанесена разметка. Здесь две площадки для занятий по строевой подготовке. Одна площадка 8 на 16. Два взвода могут здесь заниматься. Как нанести разметку, где установить флагшток и специальные стенды на этих схемах? Подполковник запаса Владимир Воронцов рассказывает, что для военно-учебного центра в ЖГТУ уже отремонтированы помещения, есть оборудование. Все для того, чтобы второкурсники начали постигать премудрости военного дела. Согласно госзаданию мы набрали 108 человек. Эти 108 человек распределены по трем учебным взводам. Один взвод по программе сержантов запаса, два взвода по программе солдат запаса. То есть обучение сержантов запаса будет два года, солдаты запаса будут учиться полтора года. О подготовке офицеров запаса пока речь не идет. Но здесь рассчитывают, что после первого выпуска в Главном управлении кадров Минобороны дадут добро на обучение и по этой программе. В университете отмечают, что вопрос о военной кафедре абитуриенты поднимали давно. В ЖГТУ рады, что вошли в список вузов, где начиная с этого года откроют такие центры. Мы набор сделали, то есть даже был конкурс, и полностью все бюджетные места мы в этом году закрываем за счет своих студентов. Ну а в следующем году, я думаю, что мы и дадим возможность поступать в этот военно-учебный центр и ребятам из других университетов нашей республики. Для тех, кто уже поступил, в вузе намерены организовать дополнительную возможность для физподготовки. Занятия в военно-учебном центре будут проходить по четвергам. Первое уже 7 сентября. Ирина Кропачева, Олег Кропачев, Вести, Удмуртия.